Получите, распишитесь, заплатите. Волна подельных писем из налоговой докатилась и до Владивостока. Схема мошенников предельно проста. Письмо приносит курьер и за доставку требует 350 рублей. Доверчивые налогоплательщики деньги за письмо отдают. Но, видимо, не каждый знает, что извещение Федеральная налоговая служба до сих пор распространяет традиционным способом. Никаких писем в электронном виде налоговая служба не направляет, никаких курьеров мы не направляем. Вся корреспонденция, это именно об уплате налогов, она приходит бесплатно. За нее налогоплательщику не нужно уплачивать никаких сумм. По такой нехитрой схеме мошенники уже обманули десятки горожан. Вот только свой флешмоб. Псевдоналоговики запустили рановато. Крайний срок уплаты имущественных налогов только 5 ноября. До этого дня никаких задолженностей и быть не может. Еще один момент, который действительно должен насторожить налогоплательщиков, это то, что письма от мошенников, как правило, приходят без какой-либо маркировки, подтверждающие, что это извещение действительно пришло из федеральной налоговой службы. А вот чего не стоит бояться, так это штампы из города Кемерово. В Кемерово находится федеральное казенное учреждение, которое и занимается рассылкой таких извещений. И если приход курьера и отсутствие маркировки налогоплательщика не насторожили, то после вскрытия конверта сомнений, что это мошенники, как правило, уже не остается. Накладные на транспортные расходы, памятки, квитанции на оплату курьера. В конверт псевдоналоговики кладут все, кроме извещения о самой задолженности. Есть, кстати, и электронный вариант лжеписьма. В теме сказано, что федеральная налоговая служба говорится о том, что, уважаемый налогоплательщик, по состоянию на 1 сентября 2014 года за маме числится недоимка в размере 4310 рублей. Согласно порядку списания задолженности, с вас она будет взыскана. И дальше указывается, в каком порядке эта задолженность будет взыскана. В довесок молодому человеку по электронной почте выслали еще и инструкцию по взысканию задолженности. Всего-то на 10 листов. Конечно же, это не документ налоговой службы. Такая объемная памятка такая. Все жалобы граждан по факту мошенничества в налоговой службе фиксируют. Материалы уже переданы в следственные органы. Теперь людей с конвертами будут искать люди с наручниками. Инна Щедрова, Александр Бортовщук. Новости на Восьмом.